Всем доброго времени суток, мои многоуважаемые зрители, с вами Боди, охотники за привидениями в реальной жизни, дом с призраками, 13 лайк сразу ставлю, ставьте тоже лайк, если хотите айфон, также деньги, также хату себе купить, короче, вы поняли, все те, кто лайкнут и подпишется на наш канал, мать твою за ногу, и на наш второй ютуб канал, все получат бабки сразу, а кто не получат, бомжами станут на всю жизнь, короче, погнали. Включил? Побежали, побежали, офигеть, мы такое нашли, внимание, ребят, всем привет, меня зовут Влад А4, Глент, Кобяков, Серега, мы, короче, лазили по складу и искали какие-нибудь предметы, с которыми мы... Охотники за привидениями, ага, они, ммм, вот это неинтересненько. Можно сделать контент, и нашли вот такую вот коробку, мы ее раньше не видели на складе, и оно такое странное. Да, что-то там закрыто было изначально, лента еще перевязана, они взяли и распаковали ее, походу. Гадочная. Ну что, мы будем открывать? Так, а погромче можно? А это на все. Ну тут какие-то ленты запрещающие, может, не будем? Страшно. Она тяжелая? Да не надо, зачем открывать? Ну давайте что-нибудь другое найдем. Началось. Пацаны, я думаю... Вот Кобяков, как всегда, реально, хотя бы Кобяков слева. Любому надо открывать, потому что знаете, что может получиться? Контент, классный ролик. И... Та-дам! Чего, мать моя, женщина? Это какая-то хрень, которую я не понимаю, что это? Че это такое? Блин, пацаны, ну что-то стрёмное. Опаленный блокнот какой-то. Вау. Зацените, здесь фотки, на которых что? Какие-то привидения? Призраки? Не-не-не-не, я покажу. Все, кладите обратно. Ты че? Это же так интересно. Клади обратно, закрывай коробку, ничего не надо. Кобяков, как обычно. Так, интересно. Кобяков, как обычно, да? Страшно, какие-то привидения. Да. Наверное, в этом блокноте столько всего написано о привидениях. Ого. По-любому в этих домах привидения же. Так. Держи. Держи, держи. Ты не испугался. Будет весело. О, ключ какой-то. Возьми-ка. Да ну нафиг, только не скажите мне, что там будет машина, где вот эти вот охотники за привидениями были. Да ну нафиг! Так. Держи это все в коробку. Что ты тут читаешь, Серега? Блин, походу этот дневник принадлежал человеку, который изучал привидения. И здесь написано, как с ними общаться, как их ловить. Короче, много всего. Помогите скинуть мусор. Чего, реально что ли? Более! Ооо! Ничего себе! В натуре, да ладно! Вы ожидали? Я нет. Откуда здесь эта тачка? Мне кажется, я понял. Вы посмотрите, у вас есть наклейка с той стороны? Да! А че иметь? Это же логотип охотников за привидением. Да! Обалдеть! Да-да-да, это музычка, я помню, я помню ее. Точняк! Слушайте, мне начинает казаться, что сегодня мы будем охотниками за привидениями. В натуре, вот-вот-вот. Сейчас, сейчас, вот именно сейчас, произойдет лучший ролик в моей жизни. Сейчас мне интересно, что за привидения вообще в принципе будут. Может быть, это команда А4 будет отыгрывать их. У нас есть шмотки, тачка, куча разного оборудования. Обалдеть! Очевидь! Готовы стать охотниками за привидениями? Да, готовы! О, нет, пацаны, я поехал домой. Смотри, Кобяков, кто хочет? Кобяков вот любит все это, боится. Это страшно, вы что? Какие привидения? Ой, это вообще для чего? Так, сейчас я в книге посмотрю. Это чтобы ловить призраков, а это чтобы их видеть. О, открылось. Ты что открываешь так? Там могут призраки быть вообще-то. Кобяков, не бойся, в фильме было весело. Ну вот вы как придумаете что-нибудь? Какой фильм? Какое весело? Это привидения, они страшные. У нас куча оборудования, чтобы их ловить. Конечно, это круто. Но мы-то не профессионалы. Только у нас есть дневник профессионала. Мы сами станем профессионалами. Да, 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 да. Ну что, переодеваемся? Погнали. Погнали. Не, прикольно, на самом деле, это очень понтово выглядит. Смотри, вот, я смотрю, это выглядит реально круто. Так, пацаны, важная инфа. Не все так просто. Привидения могут вселяться в людей. Да, Кобяков, особенно в трусливых людей. Я не боюсь. Я тут же вообще не боюсь. Алло, через час будет? А, да, я буду, конечно, я выезжаю уже. Да. Что ты врешь-то, никому не звонишь? На! Ну, пацаны, ну давайте, пожалуйста, не поедем. Я поеду домой, я не хочу ехать никаким привидениям. Их не существует, Кобяков. Они же просто по приколу, да, типа. Ну ты что, Кобяков, вот веришь всему подряд. Вот всему, елки-иголки, подряд. Тебе что, не интересно, как работает вот эта вот штука? Нет, потому что это страшно. Я ничего общего с потусторонним миром вообще не хочу иметь. Короче, Серега, ищи адрес, где есть привидения, поедем на них охотиться и ловить. Но сперва нужно посмотреть, работает ли вообще тачка. Офигеть! Мягко просто, как будто в кинотеатре сижу. Так, надо искать ключи. Пипец, вау. Удобно, да? Можно взять, полежать. Ключи могут лежать где-нибудь... Вот здесь. Ха, пацаны, я ключи нашел. Красава! А он что, на механике может ездить? Води! Я думал, Влад только на автоматике, типа. Отойдите! Я знаю, это идеально. Ну что, Серега, ты где? Да, все, я нашел место. Можно заводиться и ехать. Ну что, ребят, пакуемся и поехали в дом. Сейчас снова Кобяков. Нет, не хочу. Может, все-таки не надо? Поехали, 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 поехали. Да поехали до Кобякова, ну хватит бояться. Ну что ты? Нету привидений, не существует. Поехали, будет интересно. Ой, чувствую, это плохо закончится. Так, Сережа, аккуратно клади вот эту штуку, чтобы ничего не вылетело. Да ладно, Кобяков, все будет нормально. Аккуратно, я тебе говорю. Так. Кстати, выглядит понтово, вот прям. Что, про призраков ходит очень много. Одна из них гласит, что призраки это души людей, у которых на земле остались незаконченные дела. Так. И до тех пор, пока они их не решат, они будут оставаться призраком. А призракам на самом деле будет полная скукота. Бродишь себе по свету, не можешь найти себе место. Все призраков пугаются, не хотят с ними дружить. Согласен. И живут они всегда на заброшках и чердаках. Отстой. Ребята, я за вас, если честно, немного волнуюсь. Там есть кнопочка подписаться. Я спрошу ее нажать. Я уже все способы перепробовал. Ну да, реально, подпи... Делайте серую, как у меня. Так же у нас с вами на канале. Делайте ее, Влад просит же. Дело получается незавершенное. Сейчас пора. Красная кнопочка подписаться внизу. Просто нажми на нее. Закончи, наконец, это дело. Живи спокойно. Ну что, надеюсь, у тебя получится все-таки найти эту кнопку, наконец-таки. Сделать ее серой. Ну а мы продолжим. Пацаны! О, вот тут привидения. Как жутко этот дом выглядит. А кстати, пока я ехал, я прочитал, что эти рюкзаки, это вообще не рюкзаки. Это протонные блоки. Что такое протонные блоки? Я тоже не знаю. Не, пацаны, я никуда не пойду. Что такое протонные блоки? Ну вообще, это такие пылесосы, которыми ловят привидения. Да ладно, это просто пылесосы. Кобяков, не переживай. Не, я точно никуда не пойду. Да мы просто сходим и все проверим, убедимся, что там нет привидений, вернемся. Вы посмотрите, какой жуткий дом. Ладно, Кобяков, если ты пузька, то оставайся в машине, а мы все сходим и сами проверим. Ну я думаю, он не пузька. Все, Кобяков, сиди, мы сейчас все проверим, все узнаем. В деревню прям приехали, представьте. Как всегда. Ой, пацаны, мне кажется, без этого нытика даже проще будет. Так, держи. Во, пацаны, это протонные блоки. Так, твое. Блин, крутая штука, надо на нее обзор сделать. Серега, а это что? Так, а это вроде было написано, что ловушка для призраков. Я ее бросаю, нажимаю на зеленую кнопку, и призрак засасывается сюда. Ооо. А потом быстро закрываю. Так, а это как работает? Вау. Ооо, господи. Ни хр... Ааа, шо? Чего? Себе, я вам скажу, этой штукой не только привидению можно зашибить. Пацаны, что это было? Не, ничего, ничего, просто пластмассовый пылесос, и все, погнали, пацаны. Ничего себе. Походу, это вход. Нифига себе, стремно. Их привидений. Это обычный слайм, по-моему. Я превращаюсь в привидения. Так, Серега, нужно в него стрелять. Стой, 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 стой. Так привидения не разговаривают. Поэтому, Клен, хорош прикалываться. Ты гонишь. Я вам отвечаю. Это слизь, и она как-то связана с привидениями. Пацаны, кстати, забыл вам сказать. Эти очки, они специальны, чтобы в темноте видеть призраков. Так вроде бы ничего не вижу, никого нету. Окей. Готовы заходить? Да. Открыто. Так. Какое стрёмное место. Ничего себе. Пацаны, лучше ничего не трогай. Так, пацаны, тихонечко осматриваемся. Без резких движений. Но если призраки и существуют, то они по-любому здесь должны быть. Потому что место просто ужасно жуткое. Здесь две двери. Серега, ты с этим блоком за мной. Глент. Кот. Может, это призрачный кот? Да не, обычный кот. И ты с этой штукой в ту комнату. Окей. Если что, я буду кричать. Правильно. Офигеть, как здесь много всего. Уткое место. И вид из окна стрёмный. Офигеть. Нет, это очень круто. Короче, максимально странное место. Здесь точно нечего делать. Пойду искать пацанов. Нет, это очень круто. Здесь ничего интересного. Идем к Гленту. Опа. Серега. Мамочки. Обманываешь? Это ты? Нет, я вот все. Ладно, наверное, какой-то сквозняк. Идем дальше. Да твою ж дивизию. Пацаны идут. Сейчас я их... Не надо их франковать. Сейчас, сейчас что-то будет. Ладно, ладно. Не страшно. Это я. Ты что? Я чуть в тебя не спульнул. Так поэтому я и сказал, что это я. Ого. Жуткое место, правда? Да. Ну все, вы были на профессионалами? Ребята, короче, пацаны ушли минут пять назад. И от них нет никакой информации. Я заблокировал все двери, чтобы привидения меня здесь не достали. Хотя, нужно ли им открытые двери? Я же говорил, что ни к чему хорошему эта поездка не приведет. Страшно. Дом жутко выглядит. Ладно, буду ждать пацанов здесь. Стремно. Что это такое? Пацаны! Пацаны! Тихо, тихо, пацаны. Что? Что такое? Что? О, успокойся. Пацаны, там такое было. Я видел его. Кого ты видел? Я видел настоящее привидение. Оно на доме было. Так, погоди. Какое привидение? Какого цвета, размер, рост? Давай в порядке. Какая разница, Серега? Я видел привидение на доме. Я сидел в машине, и тут она ни с того ни с сего завелась. Включились фары, и она начала бибикать. Я выбежал, а там привидение на доме. Что непонятного, Влад? Он видел привидение. Какая-то у тебя бурная фантазия, мне кажется. Я вам серьезно говорю. Я вам говорил, все будет плохо. Зачем мы сюда поехали? Ладно, пацаны, у нас есть все против привидений. Пушки, наклейки. На самом деле, стрёмно. И даже ловушки. Поэтому давайте просто возьмем его и словим. Ладно, пацаны, хорош болтать. У нас еще два этажа впереди. Каких два этажа, пацаны? Такое же привидение, как и я накинул вот так вот, да? Так это он, может, с тобой перепутал? Может быть. Я вам говорю, это все плохо закончится. Короче, Кобяков, становись в середину колонны, а мы пойдем дальше искать привидений. Фух, ребята, пожелайте нам удачи. А вдруг реально кто-то тут есть? Еще и темнеет потихоньку. Так, охотники, у меня есть предложение. Какое? Давайте разделимся, убедимся, что никаких привидений не существует и поедем домой. Глент, ты что, с ума сошел? Какое разделимся? А по-моему, звучит как вызов. Ну не знаю, Глент, ты играешь с огнем. Вообще-то призраки так и ждут, что мы разделились. Боишься? Ты что, нет, конечно, я за вас боюсь. Я-то уже подготовился, прочитал всю книгу. Я знаю, как себя вести в таких ситуациях. А вот я боюсь. Ладно, план классный. Давайте расходиться, а я пойду в подвал. Я тут... Сего хана. Да, куда-нибудь. Ну не знаю, Глент. Блин, пацаны с ума вообще сошли. Я пойду в самое светлое место. Плохо это закончится. Обалдеть, какое это странное... Странное место. Что за шины? Повсюду граффити. Манекены. Блин, и почему-то повсюду камеры. Нас как будто здесь кто-то ждал. Серега мне объяснил, чем холоднее температура, тем больше шансов встретить привидения. Так, здесь довольно-таки прохладно. Так. Здесь холодно. Ну да. А здесь? А он ниже спустился. О, здесь вообще самая низкая температура. Но привидений вроде нет. Твой юж дивизион. Кто здесь? У меня есть оружие. Что-то в этом доме неладное. Надо поскорее выбираться. Мама. С нами все окей. Ребята, я вот... Ладно, это было стрелка. 20 минут хожу по этому дому и ищу место, где можно спрятаться. Тут все такое странное. Трубы, картины. Походу, это место самое светлое в этом доме. И здесь всего лишь одна лампочка работает. Больше света нету нигде. Главное не паниковать и вспомнить все то, что я знаю о привидениях. Ладно. Они белые. И летают. Паники. Надо осмотреться. Так, что здесь есть? Какие-то стрёмные фигурки. Ладно. Лучше это не... Откусанная фигурка. Прогать. Какая-то дверь. По-моему, это кухня. Ну на кухню-то Кобяков даже с темным светом пойдет. Да, это точно кухня, ребята. Я пока стоял и вспоминал, что я знаю о привидениях. Я вспомнил, что можно начертить круг вокруг себя. И тогда привидения-призвуки не смогут до меня дотронуться. Нужно найти соль. О, соль. Что мне еще может понадобиться? Мел. Здесь ничего нету. Пацаны как хотят, пускай ищут кого угодно. А я начерчу круг и буду сидеть здесь, чтобы меня никто не украл. Погнали. Так, соль есть. Камин. Свечки. Помню, я где-то в фильме видел, что вокруг круга еще выставляли свечки. Поэтому тоже захвачу их с собой. Так. Так, по-моему, это идеальное место. Так. Ну что, начинаем выстраивать баррикады. Ну мел бы, но ладно. Твою ж дивизию. Я такое в фильмах видел. Хорошо, что соли хватило. Так. Прихватил с собой. Знал, что что-то пойдет не по плану. Я не знаю, чем занимаются пацаны там, но я себя чувствую в безопасности на 100%. Сейчас как они потушатся все. Ну что, от свечей еще больше света. Никого вроде нету. Чувствую себя спокойно и безопасно. Но что-то мне все равно подсказывает, что это просто так не закончится. Ладно. Приехали уже, значит, нужно как-то терпеть. Буду сидеть здесь и ждать, пока пацаны найдут меня. Твою ж дивизию. Это что было? Ребята? Блин, соль закончилась. Что это такое? Так, в смысле, ты все равно в ограждении должен быть. Пацаны! На, выдумывали себе каких-то привидений и верят в это. Но на самом деле дом какой-то жуткий. Ну конечно, Кобяков на кухне. Где еще ему быть? Сто процентов заедает твой страх. Кобяков, я иду. Кобяк! Кобяков, ты где? Я же тебя слышал. Ты что такое? Жутко. Кобяков, ну где ты спрятался? Странно, никого нет. Мать! Мне кажется, пацаны решили меня пранкануть. Может, это вообще умный дом? Я могу свет включить. Свет, включись! Свет не включился и начинает быть жутко холодно. Как будто кто-то кондиционер включил. Смотрите, какие-то следы. Кобяков, наверное, что-то искал и рассыпал муку. По следам можно его найти. Так, следы прекратились. Кобяков как будто испарился. Твою маму! Так, это что, какой-то прикол? Спокойно, не подходи. Это из этого, да, да, да. Ты где стоишь? Кобяков, если это ты, признайся, не подходи. Как мы его? Кобяков, если это ты, признайся. Не подходи. Что это было? Мне кажется, я только что пристрелил свое первое привидение. И оно реально существует. Это становится опасным. Нужно срочно предупредить пацанов. Но это было жестко. Хорошо, что я взял с собой специальные очки, потому что здесь очень темно. И эти очки позволяют мне видеть в темноте призраков. Главное громко не разговаривать. Призраков меня раздражает. Это я прочитал в ежедневнике, который мы нашли. Мне кажется, что-то вот Серега точно упустил. Слушайте, они что-то шепчут. Кстати, ребят, если вы вдруг заметите, что в вашем доме поселились посусторонние существа, попробуйте с ними заговорить. Узнайте, чего они хотят. Кто вы? У вас есть имена. Это я. Они уйдут сразу, если вы подпишетесь на канал Боди и на наш второй канал по первой ссылке в описании. Я зовут Серега, а вас? И будьте с моей тигрой. Пока никого не вижу. Невозможно разобрать. Слишком много голосов. Ну что, сейчас самое время надеть очки. Не вижу пока что никого. Но у него через очки просто это ночное видение. Твою ж дивизию. Комета, комета. В натуре как комета какая-то пролетела. Странно, что за призраки так много? Видел призрака. Кто вы? Давайте поговорим. Меня зовут Сергей. А вас? Невозможно разобраться. Слишком много голосов. Что это? Мне показалось, она двигалась. Это же спиритическая доска. С помощью нее можно разговаривать с призраками. Да. Значит, они меня услышали и хотят со мной поговорить. Надо найти парней и позвать их сюда. Глент! Влад! Кобяков! Глент! Кобяков! Влад! Ребята, здесь очень страшно, но я слышу Серегу. Надо скорее идти и искать его. Так, привидения меня не найдут. Пойдем. Вы же тоже это слышали? А? Это мои шаги. Кобяков! Кобяков! Что это такое? Офигеть! Ну вот сейчас бы я обсирился, если бы реально увидел такое. Это призраки! Они пришли за мной! А может это просто детская игрушка? Ее не стоит бояться. Ее не стоит бояться. Хана! 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 Я встретил привидения и даже успел с одним разобраться. Как себя чувствуешь? Нормально, все хорошо. Это я. Серега! Да, привидения реально существуют, я их видел. Ладно, пацаны, собрались. Какой у нас план? Во-первых, где Кобяков? Так вот же он! Владос, здорово! Как дела? Как жизнь? Все хорошо. Давайте останемся здесь навсегда. Ребята, это как-то не похоже на Кобякова. Он вообще не хотел сюда ехать, а сейчас предлагает остаться. А ну-ка, стоять! Это я, пацаны. Давайте останемся здесь. Помните, в дневнике было написано, что они могут вселяться в людей? Да! В него вселился призрак, что ты хочешь? Рассказывай! Пацаны, я хочу остаться здесь. Так! Смотри, тихо-тихо! Смотри, я здесь смею! Такая же, как у меня было после того, как я призраковал. А ну, Серега, быстрее вспоминай, как изгнать призрака из человека! Так, так, так. Мало ли что, он еще учудит. Призрак, лучше не шевелись. Я вспомнил, нужно стрелять из него из плазменных оружий и под него положить эту ловушку. Так, давай. Ловушку установил. Стоп! Отойдите, отойдите чуть-чуть. Подальше. Итак, Глент, ты готов? Да. Серега, ты готов? Ловушка заряжена? Да. Глент, стреляем на счет три! Три! Получилось! О! Серега, закрывай, быстрее! О! Кобяков, в тебя вселился призрак! Пацаны, поехали отсюда! Пацаны, поехали отсюда! Да, Кобяков, самый настоящий призрак, но не пережил. Поехали отсюда, я думал, Глент скажет, да, вот он, Кобяков. Он вот здесь, в ловушке. Мы тебя спасли. Пацаны, кстати, о призраках. Я нашел спиритическую доску, пойдемте с ними поговорим. Погнали. Ну что, все готово? Пацаны, пацаны. Периодическая доска. Духи этого дома, простите нас, что мы вас потревожили. Влад, меньше пафоса, ладно? Они тебя и так слышат. Ну конечно, мы к ним в дом ворвались с пушками. Ребят, я так никогда не делал. Так, у меня вопрос. Призраки, вы здесь? Глент, главное, расслабься и дай духом тобой управлять. Ребят, это не я. Значит, все получилось. Д, А, они нас слышат. Так, какие у нас еще вопросы? Духи, скажите, пожалуйста, те, кто не подписан на канал, а не кто? Это не я. Л, Л, О. Ладно, 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 тогда... Давайте лучше по делу. Мы подписаны. Призраки, а мы нарушили ваш покой? Ребят, это не я. Да? Так, рано мы спрятали пушки. Я на всякий случай подержу в руках. Так, призраки, а можно мы просто уйдем? Так. Нет. Нет. И что делать? А что тогда с нами будет? Пацаны. К. О. Н. Е. Пацаны, нам конец. Вы слышали? Что это? О-о-о-о. Свет! Стреляй! Не получается. Нужно что-то помощнее. Пацаны! Пацаны! Помогай, Кобяков! Ну, Серёг! Твою ж дивизию, что это за пузырь-то хрена? Серёга, открывай! Сработало, Сергей, быстрее! Закрывай! Закрывай, закрывай, закрывай! Так, ребят, обосраться. Нужно срочно отсюда сваливать. Однозначно. Согласен, пацаны, я говорил, что это будет плохая идея. Говорил, я говорил. На выход. Может, здесь ещё кто-то остался? Лучше бежим. К машине! К машине! Слушайте, вот смотрю я на машину, и мне кажется, что чего-то не хватает. Напишите в комментарии, если заметили. Ну что, мы очистили этот дом от привидений. А что не хватает реально? И походу мы снова, пацаны, спасли мир. Главное, Серёга, не нажми зелёную кнопку ещё раз. Вот красную можешь. Ну а если вам понравилось это видео, поддержите нас. Лайк. Это довольно-таки экспериментальный формат. Ну реально прикольно. Было пора миллиона лайков, и может быть мы заглянем в джуманджи? О, нифига себе, вот это хорошая идея. Ну а с вами был я, меня зовут Влад А4, Глент, Кобяков, Серёга, призрак. Всем пока-пока. Нет, это очень прикольно, мне зашло прям конкретно. Напишите в комментариях, чё чувствуете после просмотра. Нет, смешно, очень смешно. Лайк, комментарий. На второй канал, на основной канал подписывайтесь, скоро два лимона будет уже. С вами был Бодя, всем огромнейшее спасибо за просмотр. Подписывайся и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok